друзья приветствую вас это дневной обзор курс рубля курс доллара курс евро основные индикаторы ну и конечно же наш дорогой любимый центробанк сегодня резанул ставочку на 025 но 025 это было наиболее ожидаемо что на 025 срежет чуть меньше считала что срежет на 05 и еще меньше считала что срежет вообще не срежет либо срежет на один процент и более таким образом shift the expense центробанк не сделал shift the express ожидание не превзошел ровно поступил так как большинство и считала то есть подрезал на 025 и так что мы имеем теперь у нас ставка 425 это так называемые номинальная ставка если посчитать реальную ставку то есть номинальная ставка минус инфляция то получается что сейчас у нас реальная ставка она чуть больше одного процента такого в россии и российской империи и советском союзе ну наверное не было на протяжении 100 лет сейчас самая низкая реальная ставка и но в принципе есть чем гордиться однако надо было раньше это делать но вообще на таком решении полагалось бы рублю укрепиться потому что ну как бы уже заложено что на 025 будут резать вот соответственно 025 срезали рубль должен был начать укрепляться потому что покупай доллар наш покупая рубль на ожиданиях продавай на свершившемся факте доллар но этого не произошло рубль начал ослабевать но здесь как бы связано с тем что падает нефть упал китай и соответственно общий негатив на фоне сгорания американской китайской торговой войны уже идет дипломатический обмен любезностями и только из-за этого мы сегодня не получили ожидаемого хотя бы краткосрочного укрепления рубля на самом деле здесь еще есть и другие поводы для того чтобы рубль ослабился потому как заканчивается сегодня так называемый налоговый период и спрос на рубли будет снижаться кроме того то следующей неделе будет расти спрос на доллары это связано с тем что дивиденды которые плачиваются они будут конвертироваться в доллар и евро и выплачиваться внешним агентом часть уже сконвертировали часто конвертируют на следующей неделе помимо всего прочего начинается риск of связи с противостоянием китая и сша и на фоне вот всех этих событий мы наблюдаем и скорее всего на следующей неделе это усилится ослабление рубля к доллару и евро сейчас три часа начинается конференция который будет эльвира шептит задавно вести но я не думаю что там какие-то такие вещи кардинальные будут озвучивать есть там один момент но я думаю это все сегодня на ход торгов в паре рубль доллар уже существенного влияния не окажет по крайней мере в таком объеме как могут оказать внешние обстоятельства так друзья давайте перейдем к индикаторам это викс августовский фьючерс посмотрите вот у нас пошел рост это четырехчасовой таймфрейм на нем просто более лучше видно и сейчас у нас первая цель движения который скорее всего будет взят это 31 и 4 далее если пойдет пробой 35 и 4 35 и 5 то здесь скорее всего движение ускорится это будет означать что действительно надвигается какой-то цунами и в общем то судя по динамике как здесь все это происходит ну возможно что джим кроме насчет 28 июля был прав посмотрим как сегодня закроются торги исходя из этого будет понятно насколько критично вот этот клинч который возник у соединенных штатов с китая пока здесь движение скорее всего вверх первая цель 31 рынке будут проседать при таком движении если сейчас все-таки мы пойдем на 28 с половиной 28 то рынке немножко выдохнув и вздохнут облегченную но я не думаю что это будет надолго здесь уже сформировалась растущая формация и скорее всего будет ускоряющиеся движение вверх так далее американский индекс smp и среди на фьючерс что мы здесь имеем это дневной таймфрейм увидите мы идем на 3200 то есть вот это разворотная формация которая здесь сформировалась которая не дала в полном объеме сходить отработать исторический хай который был до этого она соответственно здесь реализовалась это вчера произошло и сегодня мы уже видите полоскаемся на 3200 но если будет закрытие ниже 3210 3200 это будет плохо это будет означать что скорее всего мы на следующей неделе уже как бы нашим поступательное движение вниз вот поэтому здесь вот борьба за этот уровень 3200 она несет себе стратегическое значение если закрываемся выше этого значения сегодня то в понедельник скорее всего будет позитивная динамика если ниже то скорее всего будет дальнейшая просадка и первая цель движения это 3150 потом магический уровень 3132 и если на нем не задержимся то скорее всего это движение вниз она будет ускоряться не дошли немножко до 3350 исторического хай 3 400 перебить и но здесь вот уже как бы формируется фигура который указывает на то что высока вероятность слома тренда который вел его упорно наверх так друзья но сегодня я постил с утра перечень событий которые окажут существенное влияние но понятное дело по германии там хороший индекс вышел все отлично так но здесь уже тревожные звоночки они были то что фрс продолжает снижать баланс но как бы действует не злого умысла исходя из необходимости держать ситуацию под контролем это на рынке тем не менее все равно давит потребление электроэнергии вышла на платы и начинает постепенно проседать то есть это говорит о том что ну как бы ситуация по восстановлению роста она сходит сошла уже практически на нет вот мы балтик драй пошел вниз две пищи не дорос началось движение вниз если пробивает 1500 и закрепляется это означает что мировая экономика входит в новый дрейф и будет постепенно скатываться к w-образному восстановлению так но здесь вот я запустил карту китая соответственно где какие находятся консульство посольства американские на территории китая чтобы было представление о чем идет речь если кому интересно так друзья на на фоне ожидания и оглашение ставки подрезали fgbi то есть начались распродажи косу госдолга сейчас у нас цель движения вот здесь вот 155 и 4155 и 5 вот сюда этот диапазон ну такое движение она окажет дополнительно давление на рубль вот но если сейчас все-таки затормозится в районе 155 65 155 и 7 то наверное в этой ситуации мы увидим либо консолидацию по рубль доллар либо отскок так евро доллар ну что тот он у нас замер совсем подозрительно прямо вот над этим сильно под этим сильным уровнем который 1 целый 1621 но если в ближайший день 2 то есть сегодня в пятницу либо там в понедельник во вторник мы его не пробьем не закрепимся то здесь вполне может возник возникнуть откаты движения вниз так на пока сейчас вот 1450 по москве соответственно вот идет отбой от нижней границы проторговки если мы в ближайшее время не пробиваем 1 целый 1578 это такой локальный уровень который здесь проходит то высока вероятность того что здесь разовьется движение с целью сначала сходить вот сюда вот закрыть цель которая на целый 1603 и потом попробовать потестить опять вот этот диапазончик если но сюда если приходим здесь начинается проторговка высока вероятность продолжение движения и тестирование вот этого значения если здесь происходит пробой вот этого диапазона на объеме то отсюда развивается рост и у нас первая цель движения будет 1 целая 17 с копейками а в перспективе можем дойти и до 123 где есть определенная рис . но сейчас на фоне роста такого евро идут масса реляции по поводу того что вот европа восстанавливается лучше соединенных штатах и поэтому евро укрепляется к доллару вот на самом деле обычно такая эйфория и массовые заявления о том что евро будет час 1,2 в течение нескольких дней они нередко начинают звучать когда тренд истощается и развернется да там есть сильно 123 но вот что-то это массовая эйфория которая начинает нестись изо всех динамиков она несколько напрягает и указывает на то что мы возьмем возможно отсюда и развернемся хотя на 1 22 цель бы закрыть и потом уже спокойно падать вниз так друзья но dx а здесь идет видеть упал упорная борьба за тестирование и удержание в этом диапазоне пока она не туда не и не сюда не завершается и здесь о чем-то говорить можно будет только сегодня по закрытию дня и по закрытию недели глобально если закрытие будет выше 94 8 94 9 то это вполне может означать что мы начинаем постепенно отрастать по индексу доллара и соответственно как вариант по евро доллару мы находимся действительно на вершине будет на следующей неделе разворот и укрепление доллара вот но тут надо посмотреть как будто развиваться события так сходу однозначного решения у меня нету по этому вопросу так друзья но от на фоне роста напряженности у нас вот это движение которое пошло и цель которого являлась заход на 44 3 она не пробил вот этот уровень промежуточная который проходит на 43 91 вот эти немножко коснулись и здесь пошли новости упорные о том что там китай соединенными штатами у них очередной виток китай изгоняет там консульство американское и здесь вот вот эти все события начали развиваться но здесь как бы принципиально какой момент удержания вот этого диапазона то есть если нету пробития 43 43 22 то это все прошу считать проторговкой и отсюда скорее всего будет отбой повторное тестирование вот этого уровня и уход с целью потрогать 44 25 если здесь происходит закрепление то движение к следующему уровню поэтому с нефтью здесь ситуации с моей точки зрения сейчас более или менее ясно так друзья далее рубль-доллар ездит умору дневной таймфрейм но смотрите вот у нас здесь четко идет движение к верхней границе вот этот уровень если у пробиваем и закрепляемся начинается рост объема и или же начинается проторговка над ним то отсюда открывается портал движение цель которого сначала 73 5 потом 74 вот это диапазончик вот если же у нас не будет его пробить и мы закроемся сегодня под ним то высока вероятность того что в понедельник по крайней мере в первой половине дня будет корректирующий откат но здесь надо понимать что закончился так называемый налоговый период начинается конвертация дивидендов доллары август приближающийся несет себе массу рисков и политических и экономических и поэтому как бы здесь хоть и говорил грив о долларе по 60 рублей в конце года но мне кажется там надо было четко прописать какого года потому что от насчет 2020 года я не уверен что он будет конце двадцатого года 60 рублей за доллар если только сначала его до 600 догнать а потом деноминацию провести один нолик отрезать так но здесь вот четко идем вдоль растущего тренда вдоль канала сейчас будем смотреть как будет тестирование вот этого уровня проходить если здесь будет пробой и рост объема то мы можем в принципе сегодня пойти и повыше на 73 5 но я не думаю что cb такую возможность предоставить если никакого армагица там между китаем и сша не возникнет скорее всего вот отсюда пойдет отбой где-то проторговка будет в этом диапазоне потому как ну если пойдет движение выше это может создать панику а паника на центробанку нашим властям не нужно так но по часа веку а идет движняк но на самом деле смотрите здесь у нас вполне как бы растущий канал мы подошли к верхней границе и где-то вот от этого диапазона который начинается с этого значения и до сильного уровня вполне может быть разворотная формация и наиболее вероятно отбое движение цель этого движения будет откат на 71 и 7 а может быть даже на 7155 да есть сценарий когда уровень пробивается и сразу будет уход на 73 с половиной но вы сами понимаете что такая ситуация она общем-то но чревато тем что люди начнут беспокоиться и вероятность такого события на конечно есть вот и но она с моей точки зрения не очень велика я сейчас посмотрю если здесь будет пробой на объемах я может быть еще долго выберу итак друзья рубль доллар смотрим как будет сейчас отработан вот этот диапазон если здесь идет снижение объема то скорее всего возникнет отсюда отбой и пойдет движение на 71 и 7 если здесь сейчас возникает пробой роста объема то скорее всего отсюда может но я не знаю может быть его на 72 и 5 его пустят насчет всем 73 и 5 где у него есть определенная цель я думаю все таки за сегодня его туда не допустят здесь более как бы логично отбой от уровня вот от этого диапазона и дальше движение на 70 17 но опять же геополитические риски которые есть они могут эту ситуацию кардинально изменить так евро рубль но здесь ситуация она очень аналогичная с долларом тоже у нас пошло движение и соответственно здесь у нас первое ограничение она полна 84 если не ошибаюсь по дневному таймфрейму так давайте посмотрим ну да наверное где-то вот здесь 84 84 5 84 5 вот здесь давайте посмотрим как там развиваются события так но сейчас вот здесь вышел большой объем и соответственно точно при таких движениях если здесь сейчас возникнет разворотная формация то вполне мы вот где-то с этого значения можем развернуться и цель движения здесь составит вот сюда вот в этот диапазон если сейчас пойдет пробой значение 83 76 то соответственно скорее всего мы пойдем на 84 может быть даже на 84 и 5 вот но такое движение я думаю без значительного рост роста рисков или там падение по нефти его четки не допустит я думаю где-то вот с 83 83 784 вот здесь а может быть уже и сейчас здесь возможно по объему уже сейчас пошли крупные распродажи евро то есть это как вариант действие cb было выбор с валюты на рынок вот и поэтому сейчас либо от 83 и 7 наверно будет разворотной информации движению сюда в этот диапазон если 83 и 784 будет пробита то здесь пойдет ускорение и движение на 845 может быть даже выше я думаю больше вероятность того что либо от текущих значений либо от 83 7 пойдет разворот и движение вот сюда вот так далее фьючерс на индекс ртс но здесь пошло движение к сначала к этой границе 122 1200 но сейчас мы пришли на определенная плата здесь уровень проходит если не будет пробития 124 тысячи 500 124 тысячи 100 вот этого диапазона то отсюда сейчас пойдет отбой и и случае если мы придем на вот этот уровень и здесь начнется проторговка возможных корректирующий отскок цель которого сходить вот сюда на это значение но я понимаю что сейчас при таком движении в рубль доллар и в нефти наверное это кажется маловероятным но тем не менее такой сценарий вполне реалистичен вот но его сломает только в том случае если пойдет пробить и вот этого диапазона если на объеме этот диапазон будет пробит то сразу как бы мы уйдем вот на этот уровень дальше если здесь пойдет отбой и разворотная формация то пойдет отскок и возврат вот сюда в этот диапазон если же здесь будет пробой тура зовется дальнейшее движение вниз на 120 тысяч 400 сильный уровень физики набрали шарфов падать нельзя все очень просто пока всех физиков не вытряхнут всякими шпильками скорее всего так где-то в этом диапазоне но может быть в этом диапазоне так и будем болтаться то есть сначала будет резкий задерка вверх который выбит всех физиков и звонок и шартов и потом соответственно будет уже вместе с нефтью если она что-то всегда двигаться тестировать на пробой этот уровень и потом идти ниже но это будет не сегодня я думаю так друзья дальше золото котировка с чикаго но смотрите здесь вот 1900 уперлись не идет выше а вот соответственно то есть для того чтобы вот это движение развивалась на 1925 на 1900 с объемом хорошем пробить и тогда резко скачет на 1925 пока такого не предполагается сегодня но если смотреть по часовику здесь идет набор позиции то есть вот эта формация она указывает на то что отсюда может развиться в принципе сильное движение вверх если такое движение сегодня все-таки произойдет пробить и 1900 1900 и закрепление и потом будет сразу зайдет на 1925 то в этой ситуации скорее всего мы увидим разворот и корректирующий откат на 1830 может быть даже на 1750 если такового не произойдет то скорее всего мы пока останемся в этой проторговки в том случае если сегодня мы наблюдаем пробитие 1880 то отсюда формируется корректирующий откат цель которого сходить на 1860 здесь проходит сильный уровень который может его задержать и развернуть но если оперировать 15 минутки по 15 минутка у нас от боковик верхняя граница которого 1897 то есть при приходе сюда можно его шортить но чтоб обязательно ставить на 1898 и соответственно при движении вниз и достижение 1882 его со стопом можно покупать в ждании того что будет движение на 1897 но если пойдет пробой на объеме 1900 то в этой ситуации скорее всего разорвется сразу движение на 1925 но пока как бы исходя из нефть и 15 минутки такого процесса скорее всего не произойдет сегодня но по часу веку по часу веку там в принципе проглядывается формация которая может привести к тому что будет пробой и движение на 1925 уже сегодня но золото она все-таки больше в большей степени с большей вероятностью определяется дневками 15 минутками поэтому я думаю что все-таки вероятность того что мы сегодня 1900 осилим и после этого улетим на 1925 она очень невелика хотя ее надо держать в голове если она произойдет ее попробовать использовать свою пользу все друзья спасибо за внимание если вам понравился канал подписывайтесь на youtube канал на телеграм-канал в телеграм-канале самая оперативная информация которая необходима для принятия решения публикую но youtube канал здесь соответственно рассмотрение технической фундаментальной картины активов куда пойдет цена и как это все можно сделать и на этом заработать деньги а главное понять рынок все друзья спасибо за внимание